Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт-международник, подключается к нашему эфиру. Станислав, утро доброе вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас видеть. Ну что, давайте не про военную составляющую, а про дипломатическую с вами поговорим. Она не менее важна, потому что за дипломатией следует военная поддержка. Тут как бы цепочку еще в истории не получалось нарушать. Евросоюз может в ближайшие дни создать военный фонд помощи Украине в рамках Европейского фонда мира. Этот вопрос сегодня обсуждали на неформальной встрече министров иностранных дел. О чем идет речь? Создание этого фонда, по сути, это идея Жозепа Боррелли. Насколько мы понимаем, он предложил в Европе создать его в рамках существующего фонда в объеме 20 миллиардов евро на следующие 4 года. Средства из этого фонда будут тратиться на поставку Украине военной техники и вооружения, а также на усиление европейской оборонной промышленности. Объясните, пожалуйста, Станислав, в чем все-таки разница основная между тем пакетом, который утверждался на 50 миллиардов евро и вот этим фондом? Я так понимаю, что первый он пойдет все-таки на зарплаты, социалку, а это уже будет конкретно на усиление обороны Украины? Объясните, пожалуйста. Он действительно учитывает тот факт, что создание фонда военной поддержки Украины в рамках уже существующего Европейского фонда мира, идея высокопредставителя Европейского Союза Жозепа Борреля, он заинтересован в реализации этой инициативы. По его словам, еще нет полной информации о том, сколько средств дадут страны-члены ЕС в этом году, но многие из них уже представили свои взносы. И по словам Борреля, они по меньшей мере будут равны 21 миллиарду евро, и это будет бюджет для военной помощи для Украины в 2024 году. И действительно, он более, скажем так, узконаправлен именно на то, чтобы поддержать обороноспособность нашего государства, чтобы Украина могла эффективно бороться с российской агрессией. Ну и, скажем так, это помогло бы, скажем, именно в военной сфере, чтобы, скажем так, было бы более четко и ясно видно, куда идут эти средства, на какое вооружение, боеприпасы и тому подобное. Ну да, и это действительно отличает от той суммы, которая была выделена Европейским Союзом на специальном саммите Европейского Союза 1 февраля. А там действительно эти суммы больше касаются именно, скажем так, гражданской жизни и помощи гражданам Украины в контексте зарплат, пенсии и тому подобного. Ну там также из тех денег можно выделять средства и на помощь в обороноспособность Украины, но этот фонд, он, скажем так, действительно более направлен, как я уже сказал, узконаправлен на эти цели. Я считаю, что это очень неплохая инициатива и очень важно, чтобы действительно нам в ближайшие дни было проголосовано за эту помощь. Хочу напомнить, что еще 1 февраля была идея, чтобы можно было поддержать создание этого фонда, но тем не менее, учитывая, что все-таки большинство внимания было уделено именно голосованию за те средства, которых вынуждали больше всего, это именно 50 миллиардов евро, не успели, скажем так, проголосовать именно за создание этого фонда, но тем не менее, думаю, что в ближайшее время это будет абсолютно возможно. И Украина не останется без таких важных средств для нашей оборонной отрасли, для нашего вооружения. И думаю, что это действительно делает серьезный вклад в то, чтобы Украина дальше могла бороться с российской агрессией. Ну и, конечно же, это будет способствовать и другим нашим партнерам, чтобы они также выделяли те средства, скажем так, это будет позитивный для них сигнал. И я думаю, что это также будет способствовать, чтобы Украина получала и другие средства, в частности, от Соединенных Штатов Америки, и дальше могла бороться с российской агрессией, побеждать. Ну и в конечном итоге, чтобы привести весь свободный мир к нашей главной цели, цели не допустить доминации Российской Федерации ни на поле боя, ни на геополитической арене, что очень важно. И я надеюсь, что наши партнеры это прекрасно понимают. Станислав, давайте поговорим еще о подводных камнях, потому что мы наблюдали долго ситуацию с Венгрией, которая лавировала, лавировала, но по итогу 27 стран проголосовали. За финансовую поддержку Украине. А вот в создании этого фонда военного, кто может оказаться вот той темной лошадкой, которая может ставить палки в колеса? Я все-таки надеюсь, что таких государств, как Венгрия, они будут ставить палки. Думаю, что также была согласована с ними. И учитывая тот факт, что все-таки между Киевом и Будапештом уже вырисовываются какие-то точки взаимопонимания, где мы можем вместе сотрудничать и можем преодолеть те разногласия, которые были на протяжении нескольких лет. Я думаю, что все-таки мы не будем иметь проблем. Также пока что я не видел каких-то негативных сигналов от других стран, которые могут это сделать, все-таки, учитывая, что они поддержали ту помощь, которую мы получим. Да, это, конечно, более, скажем, направлено на военную сферу, но, тем не менее, если уже все-таки Жозеп Боррель говорит о том, что есть возможность того, чтобы все-таки этот фонд будет создан, значит, все-таки нет каких-то, скажем так, подводных камней в ближайшее время. Ну, по крайней мере, такая сейчас картина вырисовывается. Конечно же, будем смотреть, будем наблюдать и анализировать, но все-таки есть надежда, есть позитивные сигналы, что Украина получит и эти денежные средства. И я думаю, что это действительно может произойти в ближайшие дни. Очень вдохновляют решения и инициативы Европы и совсем не вдохновляют то, что происходит сейчас в Соединенных Штатах Америки. Вот Джо Байден в один день призывает сенаторов как можно быстрее проголосовать за двухпартийное соглашение о национальной безопасности, которое представляет Сенатом, представлено Сенатом. В нем есть помощь Украине на 60 миллиардов долларов, напомню. И буквально на следующий день спикер Палаты представителей заявляет, что Майк Джонсон, его зовут, если кто забыл или не знает, не будет ставить на голосование представленный в Сенате законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, в котором предусмотрена помощь для Украины и Израиля. Его аргументация такая, если у кого-то возникнет вопрос, почему. Этот законопроект еще хуже, чем мы ожидали, даже не приближается к завершению пограничной катастрофы, которую создал президент. Скажите, что нам делать с этими разборками внутреннеамериканскими, если все-таки в них проблема, а может быть и не в них? Скажем так, сейчас самая главная задача есть то, чтобы все-таки Сенат поддержал этот законопроект. И на этой неделе, как говорится, что это будет сделано именно 7 февраля, прошу прощения, в среду. И тогда мы уже увидим, насколько готовы сенаторы действительно поддержать этот законопроект, который сейчас измеряется уже в размере 118 миллиардов долларов США. И там действительно предусмотрена помощь как Украине, она неизменна, чуть более 60 миллиардов долларов. Ну, также помощь Израилю и также выделяются средства на укрепление границы между США и Мексикой. Действительно, самый большой вопрос будет о том, насколько готовы обе палаты Конгресса это поддержать. И нижняя палата, а именно палата представителей, это один из самых наибольших вызовов за последнее время. И мы видим, как сильно республиканцы в этой палате сопротивляются тому, чтобы можно было принять этот компромисс и законопроект. И понятное дело, что все связано с тем давлением, которое сейчас имеет место быть на членов Нижней палаты, особенно на спикера Майка Джонсона, который, скажем так, постоянно находится под прессингом как Дональда Трампа, так и других радикальных представителей республиканской партии, которые ратуют за то, чтобы этого законопроекта не было вообще. И что, если кому-то помогать, то в лучшем случае это можно сделать в отношении государства Израиль, потому что там есть свои соглашения между США и Израилем. А вот Украине не стоит выделять, а стоит все-таки сконцентрироваться больше на проблемах с границей. Ну, понятное дело, это все делается для того, чтобы Трамп мог использовать вопрос с миграцией для своей первыборной кампании. И тут все поставлено для того, чтобы Трамп снова вернулся в Белый дом. И поэтому сейчас все готовится со стороны членов республиканской партии к этому. И это действительно является очень большой проблемой для всех нас. Но, тем не менее, я все-таки пока что хотел бы увидеть позитивный сигнал со стороны Сената. Там также еще не 100% можно говорить, что 7 февраля будет поддержано. Но, тем не менее, там больше позитивных сигналов. И мы можем говорить, что там действительно есть двупартийная поддержка. Но, снова-таки, очень запутанная и очень сложная ситуация. Фактически, тут видим, что буквально все решается на ходу. И каждый раз поступает противоречивая информация о тех или иных политиках. К сожалению, Украина оказалась такой себе разменной монетой среди вот этих вот дебатов, которые происходят в США. И это еще не говоря о том, что в ближайшем времен начнется еще большее количество праймерис, большее количество фокусов. И, скажем так, интрига будет с каждым месяцем повышаться все больше и больше. И очень есть большие надежды, что все-таки до конца этого месяца будет принят этот законопроект в обеих палатах. Но пока что я бы не говорил 100%, что в таком виде, о котором сейчас говорит, это произойдет. Сейчас также есть и альтернативные варианты, предложенные, чтобы можно было разделить пакеты помощи Израилю и Украине. Ну, правда, при условии, что Украина может получить меньше, меньшую сумму денег, нежели 60 миллиардов долларов. Но насколько и этот проект можно будет получить поддержку со стороны конгрессменов, тоже еще большой вопрос. И, скажем так, нет гарантий, что это случится в ближайшее время. Поэтому, действительно, ситуация довольно-таки напряженная, ситуация неоднозначная. Но, снова-таки, будем наблюдать пока что за верхней палатой. Будем надеяться, что работа и украинской парламентской делегации в стенах Капитолия, и наших европейских партнеров, в спору времени должен посетить эту страну канцлер Германии Олаф Шольц, который также может иметь ряд встреч с конгрессменами и другими политиками США. Что-то сможет все-таки повлиять позитивно на решение Конгресса. Но, снова-таки, не буду точно прогнозировать, когда и в каком-то варианте произойдет. Но, тем не менее, я все-таки имею некоторого рода осторожный позитив, что все-таки найдется мудрость у американских законодателей помочь Украине, помочь в эти непростые времена. И, надеюсь, что пример Европейского Союза будет служить им дополнительной мотивацией. Но, без осторожного позитива, мне кажется, в Украине последние два года вообще делать нечего людям с другим подходом. Поэтому, знаете, мне кажется, очень важно понимать, что вопрос сложный, но всегда есть план Б-В, и Европа это показывает, что самое главное – это политические решения. Поэтому спасибо за то, что разъяснили ситуацию, какой бы сложной она ни была. А Станислав Желиховский, кандидат политических наук и эксперт международный, был в эфире телеканала Freedom. Благодарим. Спасибо большое.